Открыли тур пропущенным матчем Восход и СПБ Шаркс. Матч прямых конкурентов за место в плей-офф от группы А не поставил все точки над И. Несмотря на победу Восхода, Акулы имеют еще шансы на плей-офф, если смогут победить в оставшихся играх больше, чем Восход. Сам матч проходил достаточно упорно, а все решила первая четверть, выигранная Восходом 17-6. В дальнейшем Акулы пытались сократить отставание, но тщетно. 60-51. Восход победил и во второй раз, но за счет побед над лидерами СПБ Шаркс не упустил возможность выхода в плей-офф. Лучшими у команд стали Щеголев Михаил из Восхода, 30 очков, 11 подборов. И Алексей Сокол из СПБ Шаркс, 10 очков, 12 подборов. Лен Энерго играли с Бесткеппер. Матч лидеров проходил так, как ему и положено, в упорной борьбе. Концовка и вовсе превратилась в триллер. Все три стартовые четверти выиграли энергетики. Бесткеппер не помогало даже нахождение лидера на площадке. Все перевернулось за две минуты до окончания четвертого игрового отрезка, когда кронштадтцы смогли сократить разрыв до шести очков. И тут не выдерживают нервы у игроков Лен Энерго. Обычный фол превращается в технический, а с ним в кольцо энергетиков прилетают три точных штрафных. После владения еще один точный штрафной, и вот уже от преимущества Лен Энерго остается лишь два балла. А дальше началась весьма нервная концовка. После обмена атаками и потери Лен Энерго за 40 секунд до конца игры вперед уже выходит бесткеппер. 77-76. В ответной атаке Лен Энерго забивает два штрафных, и уже сами впереди. 77-78. Дальнейшее напоминало сказку, но только для болельщиков бесткеппер. Сперва их любимцы торопятся в атаке, не попадают, а подбор остается за Лен Энерго, в то время как до конца игры меньше 24 секунд. Казалось бы, да держи мяч до конца, и либо получи пробивные фолы, либо победу. Но Лен Энерго умудряются совершить потерю, затем совершенно ненужный фол, и за 10 секунд до конца игры бесткеппер бьет два штрафных. Первый точно, ничья. А после второго игрок бесткеппер, находясь в окружении трех соперников, сумел забрать мяч после промаха и забить решающие два очка за 5 секунд до финальной сирены. А бескураженные энергетики не попали в свои последние атаки и проиграли матч, в котором вели на протяжении почти 39 минут. 80-78 в пользу бесткеппер, и они продолжают двигаться к первому месту. Лучшим у победителя стал Денис Скворцов, 30 очков, 5 передач. У Лен Энерго лучший Вячеслав Иларионов, 18 очков, 18 подборов. Следом Рио принимал Бридж. Результат матча был предопределен заранее. У команды Степана Ермолаева сезон явно не задался. Так и вышло. Бридж активно сопротивлялся, лишь вторую четверть. Остальные игровые отрезки были выиграны за явным преимуществом Рио, что и вылилось в крупную победу, 87-53. У Рио отметился Евгений Галлингер, 22 очка, 10 подборов. У Бридж Дмитрий Серегин, 11 очков, 8 подборов. Воскресным утром Октавия наконец-то порадовала своих болельщиков хорошей игрой. В матче против прямых конкурентов за последнюю путевку в плей-офф группы Г подопечные Сергея Михайлова обыграли олдскул. В равной игре, равных соперников, Октавия продемонстрировала большее стремление к победе и командный дух. Медленно, но верно выгрызая преимущество в первой половине игры, Октавия чуть не упустила нить игры из своих рук, уступив третий игровой отрезок. В итоге все свелось к нервной концовке, в которой октавианцам хватило выдержки и хладокровия удержать преимущество 68-62. Победа Октавии, но это только первый шаг на пути к заветному четвертому месту в группе. Впереди еще как минимум ответ на игра, и все будет решаться там. Лучшим в Октавии стал Николай Ваганов, 21 очко, 8 подборов. У олдскул самый полезный Николай Варапаев, 27 очков. В заключительном матче Тура против Юго-Запада БКБН де-факто попрощался с шансами на выход в плей-офф, оставив себе лишь теоретические шансы. Три четверти Юго-Запад имел солидное преимущество, и лишь когда разница в счете перевалила за 20-ник, 60-39, БКБН заиграли активнее и в последние 10 минутки сумели свести разницу к приемлемой, но не более того. 77-70 победа Юго-Запада и борьба за путевки в плей-офф от группы В практически завершена. У победителей лучше стал Алексей Белоус, 26 очков, 11 подборов, 5 передач. У БКБН Дмитрий Василенко, 20 очков, 17 подборов. Этот тур не внес окончательной ясности в расклады ни одной из групп. Решающие матчи еще впереди. За развитием событий в турнирах НБЛ следите в прямом эфире на нашем сайте.